...на фоне заявлений Порошенко, который называет Минские соглашения псевдоперемирием, в открытую в эфире телеканала Германии, канцлер которой, напомню, выступила одним из гарантов в Минске. Наш корреспондент Иван Благой проанализировал сообщения в европейских СМИ и пришел к выводу. Терпение Запада на исходе. Интервью было показано по второму немецкому каналу поздно вечером. Началось оно вполне ожидаемо с рассказов Порошенко про десятки тысяч российских солдат и новейшую военную технику, которая якобы пересекает границу и тут же оказывается на парадах в Донецке и Луганске. Но спустя пару минут заготовленную речь украинского президента просто прервали. Господин президент, я должен сказать, что вы, господин президент, тоже подливаете масло в огонь, когда заявляете, что вы намереваетесь отвоевать Донецк. Это высказывание очень обеспокоило немецкое правительство. Я благодарю вас за этот комментарий, но советую вам не читать российские газеты. Это единственный источник, где вы можете найти такую бессмыслицу. Петр Порошенко забыл упомянуть еще один источник. Это официальный сайт президента Украины. Да и совсем несложно найти видеозапись его выступления на премьере украинского документального фильма про бои за Донецкий аэропорт. Эти слова Порошенко произносит в присутствии военных и обращаясь к военным. Я не сомневаюсь, что мы освободим аэропорт, потому что это наша земля, и мы восстановим аэропорт. И там мы поместим под стекло остатки арматуры, бетона, и напишем «Слава Киборгам». Теперь после критики этих слов со стороны госсекретаря США Джона Керри в эфире немецкого телевидения Петр Порошенко крайне аккуратно говорит про цитата «реинтеграцию оккупированных территорий с помощью мирных переговоров». Любопытно, что в тот же день на англоязычной версии сайта «Радио Свобода», а его финансирует Конгресс США, появился компромат на украинского президента. Журналисты утверждают, Порошенко присвоил более гектара земли в элитном районе Киева «Царское село». Более того, в результате строительства на его участке была повреждена крепостная стена 18 века. Прокурор Печерского района сразу возбудил уголовное дело по факту разрушения одного из укреплений, ссылаясь на законы, защищающие памятники культурного наследия. Но 6 ноября 2014 года, через 5 месяцев после инаугурации президента Порошенко, разбирательство было закрыто. Об этом постыдном факте немецкие журналисты Петра Порошенко не спросили, но жестких вопросов хватало, причем таких, что, слушая их, украинский президент играл жалваками, не сумев скрыть свое раздражение. На Западе многие не совсем верят, что вы – это хорошая сторона. Украина остается одним из самых коррумпированных государств. Работа над Конституцией в принципе не имеет успеха. Ваши собственные высказывания, господин президент, зачастую националистичны и резки. Когда это прекратится? Я хотел бы вас заверить, мало кто в мире принимает меня за националиста. Все эти неприятные для Киева вопросы действительно интересуют немцев, но критиковать украинские власти еще вчера было не принято. Чего только стоит скандальное интервью с Арсением Яценюком, когда в немецком телеэфире тот, по сути, заявил, что это СССР, напал на нацистскую Германию и вторгся на Украину. А ведущая не осмелилась даже переспросить у украинского премьера, что же он имел в виду. Теперь, похоже, что-то изменилось. В то время, как Петр Порошенко в Берлине отвечал на трудные вопросы, министр иностранных дел Украины Павел Климкин находился в Турции на заседании комиссии НАТО «Украина». И, очевидно, желаемой поддержки в отношении введения на Украину миротворческого контингента он так и не получил. Что миротворцы не вариант, ясно дал понять генеральный секретарь Альянса. Наша первоочередная задача сейчас – обеспечить выполнение минских договоренностей. Это прекращение огня, отвод тяжелого вооружения и беспрепятственная работа ОБСЕ. Политическая часть также включает предоставление особого статуса Донецку и Луганску и проведение выборов. Дальнейшие шаги должны быть определены самими участниками переговоров. Слова про беспрепятственную работу ОБСЕ – это камень, в том числе и в Киевский огород. В докладе специальной миссии ОБСЕ на Украине от 12 мая отмечено, украинские военные дважды, в разные дни, не допустили наблюдателей к Ангару, где должны находиться отведенные от линии соприкосновения тяжелые вооружения. О нарушении минских договоренностей говорит и замглавы специальной мониторинговой миссии Александр Хук. Украинским властям, похоже, все сложнее добиваться безоговорочной поддержки западных стран. Время идет, а реформы буксуют. Надо платить по кредитам, а нечем. При этом кредиторы деньги терять не хотят. Все это рождает лишь одно – разочарование. Иван Благой, Дмитрий Волков, Ольга Ледовская, Алиса Кудашева. Первый кадр.